В деревне Куяда всё тихо и спокойно. В недавно отремонтированном хлеве на ферме предприятия «Элита» пусто. Так и положено. Всё правильно. Поголовье после утренней дойки гуляет на улице. Пока не наступили сильные морозы, свежий воздух – лучшая для коров. Весь скот у нас разделён на группы. Вот это получается у нас тёлки старше года. За моей спиной цех сухостоя, те, которые тёлки, коровы, которые находятся в запуске. Вот перед нами это телята до 6 месяцев. И за телятами до 6 месяцев это у нас цех родилка называется. Здесь занимаются разведением чёрной пёстрой породы. Это молочные коровы. В среднем жирность их молока составляет 3,4%. Но на этой ферме специалисты добились больших показателей. Здесь коров скрещивают с быками глаштинской породы, жирность молока которой выше. И в итоге получилось, что наши чёрно-пёстрые дают молоко жирностью 3,8%. Есть даже рекордсменки. Есть у нас такая корова, которую мы в 2017-2016 году возили, если я не ошибаюсь, на день поля в Тугутуй. Это корова франция, которая при надое в 6,340 имеет жирномолочность 5,3 и белок 3,2. Кроме того, на ферме работает профилактория, где содержатся новорождённые телята. Материнское поголовье доится отдельно от всех. И часть их молока в соответствии с возрастом телёнка отдаёт малышу. Для новорождённого это 2 литра, с месяца 3 и больше. На улицу малыши выходят достигая 3 месяцев. Разведение и реализация молодняка занимает на предприятии большое место. Из всего поголовья 560 коров, 360 из них молодняк, предназначенные для продажи в другие хозяйства области. Здесь у нас получается 200 голов коров и 360 молодняка в возрасте от 0 до 18 месяцев. То есть весь молодняк содержится здесь на отделении. Обычно мы реализуем, если тёлочек, то в пределах 18 месяцев, а не телей до 23 месяцев. Светлана Гусева родилась и выросла в деревне Куяда. Отучилась в Иркутске на зоотехнику, вернулась в родную деревню и вот уже 30 лет работает на этой ферме. Шутит, что работа с животными приносит ей не только молоко, но и теплоту, и собственную нужность. Рабочий день Светланы, как и её сотрудниц, начинается в 5 утра, чтобы её 200 подопечных давали ежедневно 5 тонн молока. У нас 200 коров, обслуживает их 4 доярочки. Утренняя дойка начинается в 6 часов утра. Доярки берут аппараты, подходят к корове, производят подготовительные работы, то есть подмывают вымя коровы. Потом они одевают аппарат и в молокопроводу поступает в холодильник. Сколько молоку хранится в холодильнике и через какое время кто куда уходит? У нас есть молоковоз, который собирает у нас после дойки молоко. Это получается где-то примерно через 10 часов охлаждённое молоко до 4 градусов. Кроме животноводства и поставок молока на предприятии занимаются выращиванием элитных семян. Но сейчас, когда все поля укрыты снегом, силы людей, которые трудятся во благо общества, направлены на уход и разведение животных. Екатерина Нерушкина и Павел Рютин. Новости сейчас.